История сестер принявших ислам Девушка и духовное управление Чечни В моей жизни всегда была вера в то, что я создана Всевышним, и что только Он имеет власть, чтобы помочь мне. Еще в детстве, когда мне было лет 5, у меня часто болел желудок и вызывали скорую. Я была очень измучена этим. Когда в очередной раз мне стало плохо, бабушка дала мне молитвенник и сказала выучить молитву к Богу. Я выучила и начала повторять. И боль ушла. И всякий раз, как мне было больно и страшно, я повторяла то, что узнала. Да, да, в 5 лет я уже вовсю читала и знала наизусть сказки Пушкина. Также интересный факт, который я заметила, когда сейчас начала писать. Сколько я после этой молитвы не пыталась учить другие, которые христиане считают разным святым, ни одну не смогла запомнить. А вот именно к Всевышнему запомнила быстро и сразу. Сразу скажу, что папа мой ушел из семьи и меня растила мама, бабушка и дедушка. Но дедушка был для меня всем. У нас была просто какая-то невероятная связь. Я растворялась в ее любви и заботе. И тут, когда мне было 10 лет, ему ставят диагноз рак. Он служил очень много, где и все, кто был на службе с ним, умерли от рака. Он служил 37 лет. Поднимал Целину, Туцкое, Судан. Кстати, именно оттуда он знал арабский язык. И моя мама тоже знала и свободно на нем говорила, пока они жили в Судане. Так вот, после постановки этого диагноза начался ад. Сделали операцию, вырезали весь желудок и подсоединили пищевод к кишечнику. Он же был боец и смог так прожить еще два года. Но потом слег и две недели не ел, не пил, был у постоянной агонии и почти не был в разумном состоянии. Я так явно помню его мучения. Это было очень страшно. Тот, кого я любила больше всех на свете, просто умирал, а я ничего не могла сделать. И была обижена на Всевышнего, что он не помогает. А я просила. Как я просила. 29 декабря, за два дня до Нового года, он умер в 4.25 утра. Похороны были 31 в Новый год. Я не плакал и вообще не понимал ничего, пока он был дома. Но как только его вынесли и начали увозить на кладбище, у меня началась истерика. И я бежала босиком за катафалком по улице в минус 30, а потом просто села в сугроб. С этого момента началась история того, как смерть стала моим страхом и постоянной навязчивой идеей. Я шла по улице и думала, а что будет, если я сейчас перейду дорогу и меня собьют? А если колодец будет открыт, я упаду и умру? Мысли о смерти меня вводили в истерики и слезы. В институте у нас почти весь курс были кавказцы. В те времена были модными нащиты. Мне они очень нравились. Я слушала, но не придавала им значения. Просто как музыку. Годы шли дальше. Были и другие проблемы и трудности. Но я усердствовала в том, что ходила по всем церквям и храмам ездила даже в области. Старалась читать Писание и Евангелие, но вопросов было больше, чем ответов. И вот в 2018 году, в декабре, мы поехали на соревнования по тайскому боксу с тренером и бойцами. Ребята выступили. И нам надо было скорее вернуться, потому что 28 числа были бои, а потом билеты на Новый год были в три раза дороже. И вот как раз в этой поездке я случайно услышала, как тренер делал намаз. Сразу вам скажу. Конечно, я видела видео, рассказывали друзья. Я смотрела клон. И примерно знала, что такое намаз. Но услышать вживую азан, тут мой мир перевернулся, я просто замерла и почти не дышала. И начала дышать, когда тренер открыл дверь и вышел из комнаты, где читал намаз. Я подошла к нашему бойцу и спросила, читает ли он также намаз, потому что он был мусульманин. Он сказал, что еще не начал, но уже планирует. И тут в моей голове как посыпались мысли и вопросы. Всю дорогу в поезде я думала об этом и все-таки решила спросить тренера о том, что ислам говорит о смерти. Тренер начал рассказывать сначала о том, что даже лист не падает без его ведома. И тут я замерла второй раз. Никогда ни у одного священника и христианина я не видела столько веры в глазах. Это не описать на самом деле. Его глаза блестели от счастья о том, что рассказывает об Аллахе. Потом был рассказ о мучениях могилы, что были доказаны случаи, где разрывали, а там волосы девушки были притянуты вглубь земли, как будто их тянули. Рассказывал о том, что будет сгорать кожа и снова обрастать, и это будет бесконечным наказанием. И все это он рассказывал так, словно он это уже видел. Без сомнения в том, что это действительно будет. Я начала рыдать. Слезы сами градом покатились. Мы уже были дома, и тут я начала пересматривать все, что находила в интернете. Ютуб, инста, все шло в ход. Я узнал о том, что надо совершать намаз. И узнал о том, что для намаза нужно омовение. Также в интернете я прочла, что Всевышний прощает все грехи, и мусульманин становится чист, как младенец. И твердо решила для себя, Всевышний дает мне шанс начать жизнь заново, правильно, и что мне надо с первого дня делать намаз. Прошло два месяца, и в феврале я решаю ехать в Казань и увидеть мечеть Кул-Шариф. Приехала на три дня, купила там свой первый Коран с переводом, книжку «Учитель по намазу» и книжку с дуа. Вернулась и рассказывала маме обо всем, что я думаю и чувствую. Сравнивала и объясняла, в чем разница между исламом и христианством, и почему я хочу его принять. Все это время мама наблюдала за мной, и для нее не было новостью мое решение. В апреле я увидела лекцию, и после ее просмотра уже не могла ждать. Мне надо было скорее принять ислам, потому что у меня было чувство вины, что я знаю истину, но тяну и жду хорошего момента. Изначально я хотела принять религию в свой день рождения в сентябре и сделать себе такой подарок, но Всевышний знает лучше. Я лазила в интернете и наткнулась там на публикации исламские, поставила лайки и комментарии, и мне ответили в директ спасибо. Я спросил у человека, связан ли он как-то с религией, и он ответил, что помощник муфти от Чеченской Республики. Я попросил его помочь мне выучить намаз, и он скинул мне голосовые, которые я, заучившая наизусть с Фатихой, Ат-Тахиятом и Судаватом. Когда я решилась, уже тянуть больше не буду, и сказала ему об этом, он предложил принять ислам в Чечне, так как там выдают свидетельство, и я буду даже документально мусульманкой. Я так этому обрадовалась, и узнала же я, что это не нужно совсем. Но я позвала маму, они поговорили, он уверил, что я буду под охраной, и никто меня там не убедит, заодно я увижу Чечню и мечети. Я была счастлива, собрала вещи, и уже в полпятого утра была на вокзале, ехала в Дагестан. В Хизельюрте меня встретил этот помощник, и мы поехали в Чечню. По дороге звонила по видео маме и показывала, как везде красиво и как мне все нравится. А мама нервно спрашивала, точно ли я готова принять ислам. Мне говорят, что после Зугр-намаза меня примет Салах Межиев, и я наконец-то стану мусульманкой. Но я совершенно четко знала, что я буду носить хаджаб, и мне будет стыдно принимать ислам без него. Мы поехали на Беркат, там мне купили платья, хаджабы, намазники, платки. Там же женщины помогли мне одеться и объяснили, как все одевать, где подкалывать и так далее. Выходила я внешне уже мусульманкой из Берката. И вот он час икс. Мы приехали в духовное управление, меня завели в кабинет, взяли документы. Будет вести съемку для групп, телевидение, и мы пошли. Зайдя в кабинет, меня посадили напротив муфтия, справа камера и куча людей слева, стол и бежать некуда. Вот он, тот самый момент. Произнося шагаду, я не плакала, я просто поняла, что вот оно. Наконец-то я стала той, кем должна быть. Выйдя оттуда, мне казалось, что я даже дышу по-новому. Мы поехали по всем красивым местам Чечни. Я была на конюшне, ездила там на лошадях, водопады Нихалое, башни в горах Шатое, Шали, Аргун, Гудармес. Увидела все самые красивые мечети. В общем, я ездила и не верила своим глазам, что так бывает. Думала, что попала в маленький Стамбул. Когда я произнесла шагаду, я позвонила. Была там под защитой духовного управления. И они же выделили мне квартиру, в которой я жила несколько дней, пока осматривала Чечню. Продолжение следует...